Священнослужители, так же как и миряне, не становятся святыми только потому, что верят во Христа. Они также нуждаются в покаянии. В Вознесенском кафедральном соборе Ульяновска прошла исповедь духовенства Симбирской епархии. Здесь собралось духовенство со всех благочинений для того, чтобы соборно поучаствовать в таинстве исповеди, совершение которой возглавил митрополит Симбирский и Новоспасский Анастасий. Поскольку священник всегда находится перед святым престолом и возносит жертву Богу, то сердце священника должно быть, конечно же, очищено от страстей, в нем должен быть мир горний, мир святой. И поэтому без сугубого усилия, без работы над собой невозможно приобрести чистоту души своей и мир. Чин исповеди совершали опытные священнослужители, а предварялась соборная молитва обращением митрополита к духовенству епархии. В своем слове владыка особенно коснулся темы необходимости благоговейного отношения к церковным таинствам, вреда осуждения, пастырского одиночества. Говорил он и о том, что призвание к исполнению воли Божией едино ко всем христианам. Счастье в тот человек, который вручает себя целиком и полностью руководству Божьему, и который действительно не на словах, а на деле говорит, да будет воля Твоей Господи во всем. Когда будете подходить к священнику, на разрешительную молитву, вы подумайте о своих отношениях с Богом, об отношении к тому призванию, которому нас привел Господь, и о нашей любви к Господу. Чувствуем ли мы Бога в нашей жизни? Вот это самое главное. Напомним, что совершение общей исповеди для духовенства является доброй традицией Русской Православной Церкви, во всех епархиях которой священнослужители во главе со своим архипастырем приступают к этому святому таинству, чтобы в чистоте сердца продолжать нести свое послушание Матери Церкви. Елена Гончарова, Владислав Фролов, Симбирская митрополия.